Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с YouTube и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу в ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором два года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на YouTube публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Здравствуйте, вот знаете, получается как-то странно. Вот вроде прошлый ролик был по Диабло, а комментариев по поводу Поя столько, как будто я вам гайды на руны записывал или что там у них. Это все, конечно, круто, но Поя, ребята, это для умных. Если по своему функционалу Диабло 3 это такой вот электрокар, требующий некоторых знаний и умений, то Поя это космолет из Mass Effect. Вы че, я для такого еще не готов. Мне 4 жизни надо прожить и прокачать мозга, чтобы хотя бы пройти туториал. Но так или иначе, ролик сегодня будет не про Passive Exile, а про Диабло 3. Как вы догадались, эта часть под номером 2, так что... Я же задумался, а Поя второе там вышло, а то я помню его обещали. Должно было выйти когда-то. Если вы не видели первый ролик, ну блин, лучше посмотреть, а то ничего не будет понятно. Как раз там была раскидана база про первый акт и прочее. Ссылочка, как вы догадались, в описании, гляньте. А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Ну а так чё, сегодня мы с вами посмотрим, чем завершится так называемое Диабло 3. И давайте-ка без лишних слов, поудобнее располагайтесь, цапните похавать и приятного просмотра в самом деле. Собственно, весь положняк остановился на моменте, когда наши герои узнали, что Азмодан, местный сильный демон, вместе со своими шестерками собирается напасть на мир людей. Планирует сделать он это из горы Ариад, поэтому мы все вместе дислоцируемся в новую локу. Очень удачно, что тут расположена крепость Бастиона, которая во времена Царя Гороха была возведена, дабы законтрить варварские набеги на местные города. Однако сейчас она будет дефаться от угрозы посерьезней. Честно признаться, этот, да и на самом деле следующий акт, они, во-первых, короткие, словно мой девиз по жизни. Пиво попил, повторил. А во-вторых, там вам надо просто по КТ драться с боссами и всех резать. Конечно, игра в принципе из этого состоит, но в последних двух актах такое чувство, что начался Crazy Boss Rush. Это неплохо, просто если вам будет казаться, что я спешу, это не я, это Blizzard. А я-то чё? Я за чё купил, зато продал. Вопросы. Да и чё-то, если честно, я думал, что два акта плюс DLC будут подольше, поэтому сорян, что разделил ролик, можно было бы всё в одну часть запихнуть и норм. Кристина с ребятами прибыла аккурат к моменту. Ну там, игра-то не короткая получается, в плане того, сколько ты на её времени можешь потратить и за сколько пройти один раз сюжетку. Но сам по себе сюжет не то, чтобы сильно растянут как-то. Он просто для того, чтобы ты двигался по локациям, как по мне. ...когда адские черти начали кошмарить крепость. Но отпомогать? Для начала предстоит побегать и зажечь пять сигнальных огней, параллельно производя скромную и ненапряжную аннигиляцию демонической скотины. Ну и чё, идёт, значит, Кристинка, нарезая злобную чепушню, параллельно выслушивая обзывалки от Азмодана, который старался задезморалить. Но я это ебало-говяжья слушать не стал. Скоро Кристина придёт и покажет, кто тот чемпион мира по Диабло 3. Спустя миллиард убитых демонических микродебилсов я всё зажёг, но тут новая напасть. В стене крепости проломили дырку, так что не фальем, пожалуйста, помоги. Придётся, как поганый шестак, спуститься на нижний ярус, всех там перебить в красивом танце, да и всё, чё, ура, победа. Затем надо было поломать осадное орудие демонов, и теперь уже вместе с Тираэлем и мужиками мы пошли в контратаку. Ну и тут вообще крутяк. Музыка громче, глаза закрыты, демоны рычат, наши тиммейты блеют, всё взрывается, Кристина стреляет, расколбас капитуальный. Здесь надо пробиться к порталу, который перенесёт героиню в адский мир, откуда демоны и лезут. В лучших традициях предстоит, само собой, всех перебить и вылезет первый босс. Это вот такая вот здоровая адская хуёвина. В целом, босс несложный, но больше всего мне тут запомнилось поведение моего тиммейта. Пока Кристинка там чё-то бегает, стреляет, прыгает, юзает обилки, что делает Тираэль? У меня вообще похуй, даже не открыт. После победы над этой сволочью открылся путь далее. Вместо под названием Башня обречённых. Там сидит Азмодан. Но перед этим предстоит сразиться с его женой. Это вот такая вот полубаба-полумерзость по имени Цедея. Азмодан, как вы помните, владыка греха. А вот Цедея отвечает за похоть. Хотя, глядя на неё, последнее, что придёт в голову, это похоть. На такое, если вы нормальный, пися не твердеет. А вот желание скотину тапкой, как блядь, на! Больше помню, что гузно-арахнофоб. Я так и не понял, архнофоб он или они ему просто не нравятся. Потому что, ну, арахнофобы часто просто такие моменты даже играть не могут. Ну, вот так, на полшишки. Да, ну, стадии-то разные бывают. Это да. Тут вообще какой-то, если честно, ужас. Мало того, что местечко не очень, мягко говоря, приятное, так ещё и врагов здесь просто аномально много. Я тут столько демонов перебил, что 4 ада можно заполнить. И не так, знаете, что вот, типа, ты гуляешь и вообще никого не встречаешь, а прям вот как в электричке в час пик. Стоишь тупо, как Шпротина, зажатый. Одной рукой держишь мобилу, другую пытаешься просунуть в карман. Рядом какая-то тётка щупает тебя за яйца. Потому что она тоже в карман порезла. Залезла в твое, а у тебя там дырка. И теперь она твой уролог. Хотя тогда мы вроде вдвоём в вагоне были. Ну, короче, жесть, you know? И она просто в мечтах о бильярде. Пик. Стоишь тупо, как Шпротина, зажатый. Одной рукой держишь мобилу, другую пытаешься просунуть в карман. Рядом какая-то тётка щупает тебя за яйца. Хотя тогда мы вроде вдвоём в вагоне были. Ну, короче, жесть, you know? Худо-бедно дотопал я до цидеи. Тут я надеялся, что с ней можно будет нор потанцевать, но я убил её настолько быстро, что она даже реплику договорить не успела. Я, кстати, вам рассказывал ещё... У меня так было с близняшками в конце Atomic Heart. В прошлом ролике про билдак смертельного танцора Стрелка через красоту. Так вот, приколите, мне выпал, значит, талисман, который при оглушении врага призывает двух вот таких вот кровавых сосок, которые также являются охотниками на демонов и имеют все соответствующие обилки. То есть, помимо Кристины, которая юзает там свои приколы, эти две девки тоже будут юзать свои там какие-то скиллы. Короче говоря, круто и очень полезно. После Батцы открылся путь до Азмодана, и вот она пузатенькая Беброчка собственной персоной. Кстати, хочется, знаете ли, похвалить Диаблу. Мне нравится дизайн в этой игре. Да, местами он прям уж слишком дефолтный. Ну, типа, вот, посмотрите, классическая демоническая ебий. Но всё, скажем так, в духе Близзов. Большая страшная херота, крутые ангелы в огромной внушительной броне с красивыми мечами и, конечно же, стилёк на локациях. И да, я в курсе, что многие фэны Диаблы, наоборот, недолюбливую тройку за её мальца мультяшный и не такой мрачный стилёк, как в первых двух частях. Ну, как по мне, как по мне, оба стиля имеют право на жизнь. Тут он другой, но это не значит, что он ебаный. Он просто отличается, может, нравится. Когда-нибудь я пройду у Диабла 4, потому что мне понравилось. Может, нет, и побольше че... Но сейчас я пока начинаю немножко приходить к тому, к принятию того, что надо всё-таки Ремнант пройти. Потому что он даже Ремнант 2 уже на плойке появился в подписке. Части локаций, лично мне, с точки зрения дизайна, показались неплохими. Они разнообразны, отражают общее, скажем так, настроение локи. И также на них есть просто всякие прикольные жопы, где по кайфу лазать. Финальная локация прям была супер круто, и особенно локация в DLC. Тут вообще, сука, моё почтение. Все вот эти вот улочки, домики в готическом стиле, и склепы. Мне даже, если честно, мальца напомнила Bloodborne. Но давайте обо всём по порядку. Собственно, Азмодан пососал писик. Мы заточили его душу в чёрный камень, а это значит, что все демоны пойманы. И как только мы камень уничтожим, вечное противостояние чертей и ангелов подойдёт к концу. Собственно, прикатил я в лагерь, девки начали чёт колдовать над камнем, но тут совершенно внезапно случается так называемый неожиданный поворот. А оказывается, Адрия предательница. Она заколдовала Лию, и также вывела из строя Тираэля. Выяснилось, что Адрия всё это время служила Дьявлу. Ещё во времена первой части она поклялась ему служить при достаточно странных обстоятельствах. Помните, в прошлом ролике я вам рассказывал про Леорика и то, что его сына выкрали, дабы сделать из него сосуд для Дьявла? Так вот, это не всё. У Леорика было два сына. В одного инсталлировали Дьявлыча, а второй, Айден, был главным героем первой части. Там по сюжету он всё же Дьявла победил. Однако он испугался уничтожить кристалл, в котором была заточена душа демона. Поэтому он заключил эту силу в себе, думая, что сможет её удержать. И тут на сцену выходит Адрия. Она увидела в Айдене Дьявла, поклялась ему служить и родила от него дочь, как раз таки Лию. Так что можно сказать, что в этой бабце течёт кровь демона. Ну и собственно чё? Адрия чёт колдонула, шлёп шпэк, и Дьявла снова возродился. Но в этот раз он помимо своих сил владеет ещё и силами остальных демонов. Короче говоря... Ебать, уже замес пошёл, да иди ты на... Демонюга приступил к исполнению своего злобного плана. Он открыл портал и направился прямиком на небеса. Кристина прыгает за ним и показывают мультик. Ммм, надо ли говорить, что синематик крутой? Правда надо? Хм, ну ладно. Ох, знал бы я слова, чтобы описать свой восторг от того, когда я вижу синематики Близов. Знаете, если бы я учился так же хорошо, как Близзы делают синематики, я бы не то, что уже работал в Эппл, я бы им, сука, владел. Конечно, это не Старкрафт 2, потому как там синематики-то вообще что-то за пределом человеческих возможностей, но всё равно на уровне. В этой сцене Дьявла наконец-то явил свой истинный облик. В принципе, в большинстве иг... Ну, по-моему, ну, сейчас не могу сказать, но вот в старое время все игры и все синематики у Близзов были охеренными. Сейчас, вот хрен знает, давно не смотрела. И оказалось, что у него три рта. Ха, очень удобно. Как раз для... И оказалось, что у него три рта. Ха, очень удобно. Как раз для Кристинки и двух её кровавых сосок, чтобы тупо сесть ему на лицо и туда помочиться. Выскочить против Дьявла не засал лидер ангелов по имени Империй. Тот гусь, что отчитывал Тераэля, помните? Короче, Империй, как крутой мужик, кинулся драться. Однако ему быстренько дуранули пузо, и Дьявла пообещала разъебать место, где Империй с братвой живёт. Старина смог тэпнуться и спастись, однако Дьявла показал, что он не лох. Нарыгал на ворота, а чё те рассыпались на тысячу маленьких осколков. Хе-хе, это, кстати, Жиза. Я как-то раз летом баночку гуся Жотецкого залпом тяпнул и рыганул так, что в лесу с ёлок иголки посыпались. Верим, верим. Главное, чтобы лето. Животные и люди рядом не посыпались на пол. А ещё потом забавно пенкой блевал. Ну, короче, чё, Кристинка... Важное уточнение. ...вознамерилась Дьявлу остановить, поэтому надо остановить. Что непонятного-то, а? Прибыла героиня к моменту, когда Демонюга во всем же кошмарит небеса. Это, как вы догадались, место, где обитают ангелы. Ну и тащим-то больше особо рассказывать не о чем, потому как там всё остальное связано с лором и не имеет отношения к этой части игры. Единственное, что в интерпретации этой серии ангелы здесь к людям безразличны. Да и лично я бы сказал, что, наверное, даже настроены враждебно. Во-первых, империй, который при любой возможности дерзит и выёбывается. Хотя, как бы, мы с ним вроде заодно и оба хотим уничтожить Диабло. А во-вторых, ещё до событий игры на небесах провели так называемое... ГОЛОСОВАНИЕ! А тема голосования была уничтожение Санктуария. Это мир, где люди живут. Класс! И единственный, кто проголосовал против, это Тироэль. Как я понимаю, желание уничтожить людей было связано с тем, что в них находится частичка демонической сущности. Ну и как бы чё, хочешь не хочешь, но типам надо помочь. Для начала предстоит прогуляться по местным садам, библиотекам, вестибюлям и тому подобным. И знаете, хоть Лока и прикольный, и в кои-то веки не тёмная жопа, но всё же мне лично это напомнило больше постройки Протосов, нежели что-то небесное. И справедливости ради, голова очень растянута. Потому как, ну, это уже конец, и ваша цель убить Диабло. Видимо, дабы дать немножко игроку тут пошляться, Близзы начали вот прям тянуть. Сначала Тироэль чё-то дохнет в тильте и говорит, что я во всём виноват, и вы люди хуйноблюди, надо было вас уничтожить, хмык-пмык. Предстоит 40 минут бегать по Локе, очищать её от скверны, затем найти Тироэля, чтоб сказать ему что-то в духе, братик, ты не прав. Он ответит, да чё это я в самом деле... Да, дурку погнал, извиняюсь. Ну, уже вместе с ним надо дозачистить карту и пробиться ближе к месту, где сидит Диаблоид. Тут были разные мини-боссы, которые не особо интересны, однако, совершенно внезапно вылезла вот такая вот морда. Завезли-ка сцену, и я сразу почуял, что это кто-то важный. И это правда. Звать этого мистера Изуал. Во-первых, Изуал появлялся во Второй Диабле и был там боссом, а во-вторых, Изуал бывший ангел. Давным-давно он и Тироэль были друзьями и вместе служили небесам. Но впоследствии Изуал предал ангелов и поведал демонам небольшую лазейку, связанную с камнями душ. Насколько я правильно понимаю, сделал он это не совсем по своей воле. Изуала пленили демонюги, и он не смог противостоять их силе, магии, влиянию, желанию жрать до пуза или чем там ещё демоны заколдовывают. Короче, он всё рассказал, и тёмная сила его извратила, превратив, ну, вот в это. Печальная история, и тут я вспомнил... А я тут вспомнил печальные истории из комментариев, которые... А-а-а, в Диабло нет уворотов, это только на консоли, бля-бля-бля. Сука, чем вы слушали? Я специально говорил, что мне было печально, что это на ПК не завезли управление с геймпада и эти увороты. Потому что клацать мышкой можно играть, но это далеко не так удобно, как было играть с геймпада. Потому что всё-таки Диабло из просто клик-клик-клик, и стой на месте и бей моба превратилась, ну, как бы, в экшен-рпг, хак-н-слэш. То есть надо уворачиваться, отходить и прочее, а мышкой, ну, лично мне было не очень удобно. С ним надо признать неплохо. Сука достаточно шустрая, есть танящий выпад, замораживалки, но я уже чересчур сильный, поэтому сори. Кстати, чуваки, знаете что? Я почитал комменты и, в принципе, посмотрев интернетовское мнение, увидел, что часть людей считает, что Диабло это, видите ли, игра для скуфов. И я вообще не согласен, что это скуфская игра. Хотя сам думал так же. Я не очень понимаю. Но он же с классом поменял свое мнение. Да, я вообще не очень понимаю, откуда это, блядь, высоралось, что это игра для скуфов. Ну, просто в двойку играли сегодняшние скуфы, когда были молоды, но и, в принципе, все. Я играл, как бы, когда был молод в тройку. В двойку особо у меня не было, ну, типа, в то время, когда она была на хайпе, у меня не было эти, как они называются, компухтера не было. Я очень много играл в Тайтан Квест. Ну, Роме 34, 35 будет. Но далеко не скуф. Но в двойку очень много наиграл. Даже я в него успела попробовать поиграть. Сидел и кнопки клацал очень активно, особенно после прохождения, когда полез в портал. Вы чё, скуфом такое не надо? Мне вообще крайне непонятно нынешняя интерпретация слова скуф. Потому как сейчас в скуфы записывают вообще всех. Больше 20? Скуф. Любишь пиво? Скуф. Подумал, ай да похеру пойду в грязной майке в магаз? Скуф. Вам сейчас дядя скажет одну мудрость, вы её запомните. Вы не старый, пока не садитесь. Мне кажется, это просто такая ответочка. Вот прикол был в нулевые девушек, женщин делить всех на категории. Оттуда же и Милф появилась, типа тёлка какая-то, это типа она называют там ТП, блондинка, брюнетка, хренетка, короче, синий чувак, серая мышь, какие только определения для видов женщины существуют. Но когда такое появилось насчёт мужчин, такие, в смысле? Мне похуй я это серьёзно не воспринимаю и угораю. Я тоже серьёзно не воспринимаю. Я просто недавно услышала впервые за долгое время такое определение, как синий чулок, меня аж триггернуло. Что такое синий чулок? Синий чулок — это неухоженная женщина, то есть это просто чистая, прилично выглядящая дама, которая, ну, довольно-таки, как сказать, в более таком стиле возрастном одета, и упор делает на интеллектуальную составляющую, а не на внешнюю. Короче, ты не красишься, ты сразу синий чулок. Если ты не красишься, если ты читаешь книги, поняли? Короче, это такое, типа, ботанша. Да, а вот, например, я, это старая слишком для альтушки, но меня можно зато говнаршей называть, например. Или жирной фемкой с цветными волосами. Учитесь, люди, в комментариях. А то там вы порой не знаете, как меня оскорбить, вот вам, пожалуйста. Вы меня не оскорбили, если что. Titan Quest, конечно, неплох, но игра старше уже гораздо, чем Diablo. Ну, а на самом деле, если не играл ни в одну, ни в другую, можно пройти обе. А второй скоро выйдет? Titan Quest? Да. Не скоро. Неизвестно, когда он выйдет, у него нету даты релиза. А, точно, господи, это ж про него было. А в Titan Quest 1 есть дополнение Ragnarok, которое я не покупал, не играл. Может быть, когда-нибудь. Ну да, типа, строгая училка, такой с налетом бабушачности в стиле одежды. Но сейчас это называют какой-нибудь ретро-кор, например, можно назвать. Но в данный момент есть Diablo 4, и можно, в общем-то, пройти его. Там, понятное дело, дрочи мне всякой накидали, но мне, допустим, когда я играл в Бэтку, очень понравилось. 9 часов стримил, без перерыва играл, а мне было заебись. Я не наигрался. Просто не начал дальше играть, потому что, ну, блядь. Времени нет, опять смотреть никто не будет. Короче, все как обычно. Скуф, любишь пиво? Скуф. Подумал, ай да похеру пойду в грязной майке в магаз? Скуф. Вам сейчас дядя скажет одну мудрость, вы ее запомните. Вы не старый, пока не садитесь на диван со словами «Фу, бля». Ладненько, изуал повержен, и все. Время пришло. Нужно сразиться с самим Diablo. Это было, мальца, волнительно. В нашем случае с самой. Ну, тут Diablo с сиськами. Все-таки как-никак финальный босс. Повесточка, да? Не, ну он же в девушку вселился, типа. Если честно, на этой сложности это скорее финальный крип. Да, из всех типов Diablo и правда самый интересный с точки зрения файта. Он и станет, и призывает пасти из земли, которые запрещают вам двигаться. У него три фазы, всякие лучики, огненные приколы и прочее, что заставляет бегать и мошится по арене. В первой фазе мистер Огненная Хуила будет не особо активным. Как я и говорил, ротики желающие сделать кусь и огненные плевки. Когда получится снять ему половину здоровья, Diablo перенесется в царство ужаса. Там в целом все то же самое, единственный босс будет на время исчезать и призывать копию игрока. Надо разбить ему говно, а затем в третьей фазе все повторяется, только тут он будет более часто плеваться огнем, но опять же на этой сложности это просто пшик. Ну да, по-моему, самая первая сложность, она вообще очень простая. Я уже и не помню, что были сложности, а вот потом становится сложнее. Он же вроде играл на самой сложной из возможностей. Да, она все равно простая. Для первого прохождения. Там написано справа, высокая. Там написано, высокая. Ну, Dungeon Siege 2, она тоже неплохая. Я в третьей пытался немножко играть. Ну, в принципе, я не помню, почему я не стал дальше играть, не то, чтобы мне не понравилось. Может, как-нибудь в коопе поиграю с кем-нибудь. Например, вот с ней. Но Dungeon Siege, сколько мы не играли, мне очень нравилось там мясо, как разрывает мобов, но, по-моему, мы его с другом ни разу не прошли. Но в то же время Titan Quest 1 мы прошли, и потом дополнения вышли. Блять. Наверное, раз 50 за лето мы его прошли. У нас бы дошло до такого, что мы могли за день несколько раз пробежать карту и пройти сюжет. Потому что просто формили себе какие-нибудь прикольные шмотки, чтобы сделать какой-нибудь прикольный билд. Настолько нам было заебись. Да, раньше у игр была высокая реиграбельность, потому что они были интересными. Сейчас у игры высокая реиграбельность. Считается, что есть, если там какой-нибудь супергринд или какие-нибудь эти... дофига внутриигровой магазин. По факту... Так думают разработчики. Нет, так думают игроки еще. По факту в Titan Quest нет ничего сверхъестественного и супер-пупер интересного, в отличие от той же Diablo, допустим. Просто смысл в том, что игр было не особо много, интернета не было, и игра тебе нравилась, и ты такой... О, могу играть, вся жизнь впереди. Игра тебе нравилась, понимаешь? Это ключевое. Ну, даже если сейчас мне игра нравится, я не буду ее перепроходить, потому что, блядь, мне время жалко тратить. Ну, это ты, а достаточно много людей, которые переигрывают. Ну, да. В итоге дура подохла, обосравшись и обоссавшись. Ну и чё? Все. Мир спасен, Диабло повержен, скидываем его тушу с небес, ура, победа. Тироэль говорит, что для людей и ангелов наступил новый рассвет. И то, что Кристинка вообще молодец, всех спасла, вот тупо респект. А Тироэля снова вернули к ангелам, и, как я понимаю, его повысили до архангела мудрости. О как. Ну и первое решение на новой должности, это то, что теперь люди и ангелы кореша. Однако, это нихуя не все. Далее Тироэль рассказал, что хоть Диабло мы и победили, но его сущность, как и сущности других демонов, заточены в черном камне. Уничтожить его нельзя, оставлять на небесах тоже так, что было принято решение спрятать его достаточно далеко, чтобы никто его не нашел. Нарисовали мультик, как Тироэль в обществе Харадримов придащил камень в какую-то пещеру. Вроде все ништяк, все на мази, как тут внезапно появился... главный герой Darksiders 2. На самом деле, это Малтаэль. Он сходу надышал на Харадримов какой-то пылью и вытянул из них души. Без труда избавившись от всех, Малтаэль также с легкостью дает под жопу Тироэлю, который, к слову, называет его братом. И тут смотрите, какой прикол. Малтаэль ранее занимал место империя, то есть начальника всех ангелов. Но из-за разрушения одного важного артефакта, который ангелы защищали, это не особо важно, опять же, для игры, это скорее лордный факт. Короче, Малтаэль пропал хз куда, все считали, что он откис, однако Малтаэль вернулся вот в таком вот обличии. И теперь он ангел смерти. Он заултал себе камень, и, как вы понимаете, его надо замахать. Это пятый акт, и то самое DLC Reaper of Souls. Ну и что, Малтаэль повел своих уебков на город Вестмарш и начал там всех кошмарить, так что укрепил... Это один DLC, с которым Некромант добавляется? Нет. Если бы это было оно, я бы из Некроманта играл. Некромант вышел отдельным DLC без какого-либо сюжета. Тиху! С этим дополнением вышел этот. Моргенштерн. Рэпчик там читал. Ну, Крестоносец, вот, я вспомнил. Появилась работа. Буквально на входе уже можно увидеть, что все, мягко говоря, нехорошо. Повсюду мертвяки, точнее нежить, работяги... Естественно, не вариант уже вайфу свою менять. Ну да. Нет, ну, Диабло это вот для тех, кто любит билды, мочить мобов, друзьями этим заниматься, гриндить и все тому подобное. Для меня, то есть, да. Если что, про этот, как его, про Titan Quest, я сказал, что там нет ничего сверхъестественного. Это не значит, что она плохая игра. Она очень хороший hack'n'slash. Она прям офигенный. То есть, много таких игр. Я знаю, что у разрабов Titan Quest еще одна есть. Grimdawn, по-моему, называется игрушка. У меня она даже есть, и когда-нибудь... Когда-нибудь в что-нибудь такое мы засядем. Как пытаются выживать, так что надо всем помогать. И вам, возможно, интересно, особенно нахера Малтаэль это сделал. А я вам объясню. Малтаэль хочет уничтожить вообще все связанное с демонами. А люди, как вы помните, произошли от союза ангела и демона. Другими словами, в них есть как демонические, так и ангельские начала. И если уничтожить людей, тогда демоны ослабнут, и ангелы смогут победить в их извечном противостоянии. Но, это не в мою смену. Ща-ща-щаху и так удлаты. Тузик прочищай, отец компьютера выдвигается. Знаете, типы, чё я вам скажу? DLC это сука вещь. Наконец-то долгий масштабный акт. Без крэзи босс раши, без душных побегух, с крутыми вайбовыми локами, на которых ещё и данжей выше крыши. Да и тут внезапно стало посложнее. Убить меня, конечно, у мобов ещё силёнок не хватает, но хотя бы пробивать стали. И на том спасибо. Для начала тусня в Вестмарше. Тут город, как я и сказал, напоминающий чем-то Бладборн, но при этом он с такой приятной синей цветовой палитрой. Лута сыпят просто как на рынке на распродаже. Вот кто закупался когда-то в секондах, или опять же, как я сказал, на распродаже на рынках, там стоял в центре такой огромный баул, чем-то похожий по размерам на надувной бассейн. И там лежало дохерища всяких шмоток. И ты просто вот лапой зачерпнул, всё, что урвал, за копейки отдают. Однако, как и на рынке, 29% шмоток были в разы хуже, чем надетые на мне. И это даже мальца дезморалило, потому как я начал ощущать, что я слабею, и шмоточный импрув был необходим. Да, не люблю, когда такая херня наступает. Мне нужен тот момент, когда начнут сыпаться легендарки. А потом выбирать хорошую, которая тебе понравилась. Но да ладно, основная цель тут установить нашествие нежити. У Бордерлендса, кстати, собственно говоря, та же самая суть игры. Только сюжета больше. А если ты играешь в коопе, надо ещё, чтобы они у вас не повторялись, чтобы у вас были разные билды. Ну, в Диабли с этим всё просто. Вообще, в таких играх всё просто обычно, если вы играете разными классами. Потому что есть индивидуальные шмотки, которые нельзя одевать другим. Я же в Бордерлендс, допустим, серия, то же самое, только шутан. То есть, смысл игры тот же, ну и сюжет по... более продуман всё-таки немножко. То есть, его больше. Для этого надо будет уничтожить горнила душ. Предстоит побегать по этому замечательному городу, потыкаться рылом в разные места и в конце победить босса. После всего этого город в относительной безопасности и Тироэль рассказывает дальнейшую цель. Выяснилось, что Малтаэль поглощает души в Эстмарше, дабы изменить Чёрный Камень. Ему надо помешать. Для начала предстоит избавиться от некого Урзаэля. Это Малтаэльевская шестёрка. Придётся пиздавать в башню. Я думал, он скажет, шлюха. Всех там перестрелять и будет очередной босс-файт. Тут типок какой-то вообще лютый фанат огня. У него все приколдеплы, это просто огонь по области, но в целом нетрудно. Далее в программе выяснилось, что единственный, кто знает, где искать Малтаэля, это Адрия. Очень удачно, что мы с ней в контрах, так что предстоит эту скотину порешить, а заодно и постараться узнать, где находится главный злодей. Сидит она на кровавом болоте и да-да-да, болото говна. И это единственное место в DLC, где прям было здесь прям все на уровне каловых болот из игры Бабадзаки. Уверен, что это его любимый уровень. Я знала, что он попомнит Бабадзаки, тут же обожает, у него есть, если его любимые мобы это волосатые собаки, то его любимая локация это болото. Волосатые болото. Да, но помимо волосатых собак у него еще есть какие-нибудь эти огромные туши, сквозь которые ты видишь, потому что на них таргет устанавливается и ты не видишь что ты делаешь и куда катаешься. А из среди локации еще одну любимую на втором месте это кишки темные. Знаете, глядя на то, насколько часто в играх Хидитаки присутствуют ядовитые болота в том или ином проявлении, у меня есть теория, что на самом деле Миядзаки не японец, а ебаный... Спасибо за подписку на пусте, Борис Гордеев. Утопец. Такую просто по своим... Теория, что на самом деле Миядзаки не японец, а ебаный утопец. Такой вот просто по своим болотам с голым хером бегает и радуется жизни. Ну и как я сказал, тут болото... Капа, Капа. Он Капа. Все выглядит гад... Если встречать Бабанзаки, поклонись ему. Чтобы он поклонился, у него вытекла вода и он отрубился, да? Да, так можно поработить Капу. Может, его можно будет заставить хорошую игру сделать. То есть, что, надо, чтобы он наклонился, упал, а ты ему потом нассал в чашку? Нет, ты потом, короче, его сажаешь на цепи, он делает все, что ты скажешь, выполняет твои желания и т.д. Неинтересно мой вариант проще. Что на самом деле Миядзаки не японец. Ну, цепь же не всегда есть под рукой. А поссать ты захочешь в любом времени. Ну, смотри, если ты наливаешь воду, жидкость, там, капи в башку, он свободу обретает. Ммм. А без воды в башке он слабеет. А ебаный утопец. Такой вот просто по своим болотам с голым хером бегает и радуется жизни. Ну, и как я сказал, тут болото прям мэээээ. Все выглядит гадко, много ядовитых луж и, конечно же, не очень понятно, куда топать. На этих болотах есть руины и надо понять, в каких именно укрылась Адрия. Найти правильное место не сказать, что прям уж сложно, скорее, знаете, душновато. То ли болото на меня так повлияли, то ли руины похожие друг на друга, но это место хотелось прям поскорее пробежать. С горем пополам дошел я до места, где припарковалась Адрия, мужчина. Завидев Кристиночку на горизонте, Адрия говорит, что ангелы никогда не дадут людям свободы, так как они не смогут примириться, что людей не получится контролировать. Ага, да, поплачь сволота. Но вместо плаки-плаки Адрия преобразилась вот в такую страшную херь и надо драться. Если честно, я практически не понял, в чем ее прикол, потому как убил Адрию очень быстро, вот, да, и все, что. Выяснилось, что Молтаэль находится в пандемонии. Так называется крепость, где это... Я пытаюсь вспомнить, сложный был этот... смерть или не сложный на обычном прохождении. Гнида сидит и подкушивает души. Мы туда отправляемся, однако тут прикол в том, что путь в пандемонию лежит через земли, где вечно махаются ангелы и демоны. И вот тут уже круто. Даже сраные империи со своими братками решили помочь. Заценяйте, когда против героини выходит толпа мобов, империи как бам, блядь, и приземляется с неба. Ну круто, круто. Да и камон, видеть то место, про которое очень часто упоминалось в игре, прям приятно. Ну а так чё, всё то же самое, рубим объёй, пробивай себе путь к крепости, где и укрылся Молтаэль. Кстати, выяснилось, что он каким-то образом перепрограммировал Чёрный Камень Душ, и с помощью него Молтаэль планирует уничтожить Санктуарий. Пройдя через крепость, которая тоже, надо признать, мальца путанная, предстоит сразиться с Молтаэлем в каком-то шарике. К слову, не так давно, на 61 уровне, мне открылся последний скилл. У Охотника на Демонов есть режим, который я назвал Ебать и Резать, потому что именно это на экране и происходит. Жмакаешь кнопку и всё, у тебя персонаж просто начинает наносить миллион урона. То есть самые обычные атаки наносят много демеджа, плюс к обычным атакам добавляются самонаводящиеся, которые тоже очень сильно дамажат. Кайф. Бой с Молтаэлем надо признать неплох. У него две фазы. В первой фазе эта жопа будет изредка делать выпады, а также срать по арене синими приколами. Когда снимите ему половину полосочки, он забафается, будет телепортироваться, а также ему добавятся атаки вот таким вот вихрем и плевки огненными фрикадельками. Звучит страшно, но... У меня откатился имба прикол, так что, братан... Всего хорошего! Можете меня поздравить, прошёл на ноудес, ни разу не сдох. Просто чемпион мира подъявли. Да-да-я-о. Ну и чё, Молтель повержен? Даже зелёное что-то выпало. Тут типа это самое лучшее, ну, сетовые шмотки, сетовые шмотки именно для комплектов под определённый билд. Чёрный камень душ разрушен, и Тиррель говорит, что это на самом деле херово. Получается, душа дьявола теперь на свободе, а это как бы, ну, такое себе. Далее он рассказывает, что победив Молтеля, Кристинка всех опять спасла, но в тот счастливый миг победы Тиррель посмотрел на Кристину по-другому. Она суперсильная, крутая бабца, которая всех победила, однако она смертна, и в её сердце когда-нибудь сможет поселиться зло. Сможет ли она выстоять? Хватит ли в неё сил? Или она принесёт всем погибель? Да-да-да, сказали ангелы, которые сами, сука, тоже вообще-то могут стать гондонами. Угу. И типа, ааа, я хочу полностью уничтожить демонов, и я хочу убить всех людей. Это не значит, что в сердце Молтеля не поселилась никакая хуйня. Это всё, это значит, что он такой же, как в человеке. Стал просто, блядь, на путь хуйни. Ничем вы не отличаетесь, по факту. Кроме того, что вы, это, бессмертные крылатые попуги. Хе-хе, а хуй его знает, ребят! Всё, титры! На этом закончился сюжет, однако игра только началась. Теперь можно пройти игру плюс на более сложном уровне, или же отправиться в режим приключения. Там доступны все локи, все боссы, можно переигрывать, либо же отправиться в порталы, которые представляют из себя, по сути дела, рандом. Вы спавнитесь на локи, надо наубивать кучу мобья, заполнить вот такую колбасу, вылезет сильный босс, его побеждаете, забираете шмот, всё. Ну и так, пока пот из ушей не польется, или пока не надоест. Плюс теперь есть доступ к зеленым сетовым шмоткам, которые фармятся с наиболее сильных врагов, ну и шмотки, надо признать, соответствующие, а если вы соберете весь, так сказать, комплект, будет вообще сказка. Получается такой вот бесконечный гринд. Но про это я, естественно, рассказывать не буду. Лишь добавлю, что после прохождения немножко побегал, в целом для этой игры норм. Ну типа на минус айкью под видос покрошить дебилов и импрувнуть билдак. Почему нет? Короче, Диабло закончилось, и чё я вам могу сказать? Ну а для меня, допустим, кооп был огромным плюсом. Бегаешь, с друзьями деградируешь, нормально. Ну, честно говоря, ощущение какое-то двоякое. Игра мне, признаться честно, очень понравилась, и я вообще ни секунды не пожалел, что её прошёл. За этот год я, в принципе, попробовал для себя много нового. Пошаговые стратегии, изометрическая RPG, стелс, уборка дома, в конце концов. И вот теперь Диабло, и это реально было круто. Но сейчас, пройдя игру, я понимаю, что для видоса это, конечно, ну, наверное, всё-таки не самая подходящая игра. И я понимаю, что эти ролики будут интересны далеко не всем. Всё-таки Диабло, это больше про геймплей, такой залипательный, и даже по-своему медитативный, то, как ты чистишь мобчиков, убиваешь боссов, качаешься, сочиняешь билдак и так далее, и так далее, и так далее. Сильно смысл имеет. Геймплей можно вообще не показывать и просто рассказать чисто по-быстрому сюжету, концепцию игры. То есть, можно было всё гораздо короче сделать. Потому что, ну, хотя, блин, Dark Souls тоже не то, чтобы дохрена с сюжетом блещет, но там боёв, на первой сложности там боёв побольше. Ну, таких именно, замороченных, с боссами проблем больше, нежели на самой высокой сложности у Диабло в начале. А те же, допустим, порталы или высокие сложности или сезоны, там люди уже смотрят именно не кратко какой-нибудь, а именно отдельные ролики по билдам и прочей фигне. Я думаю так. Сюжет тут есть, и он даже не говёный, но всё-таки я думал, что в плане сюжета Диабло ближе к Старкрафту или Варику. Однако, тут его, на мой личный взгляд, поменьше. Само собой, там лор, история мира и бла-бла-бла, но именно, что основной сюжет тут, как по мне, простоват, и мало косен, диалогов и всего такого. Хотя, даже то, что показали, вполне себе нормикс. А так, чё, чисто прикольная тема. Сидишь, кнопки клацаешь, персонаж красоту исполняет, мобов крошишь, качаешься, часы пролетают, ты погружаешься в это с головой, забывая о таких вещах, как сон, душ, туалет, сказка. Да и надо признать, есть разные классы, у этих классов разные варианты прокачки, так что каждый может себе найти, чё по душе. Меня даже удивляет, что на самом деле мне было интересно, где все такое однообразное, одинаковое, типа, ну, дрочить мобьё. Ну, из-за того, о чём я говорил в первом ролике, про разнообразие, билдообразование и прочее, это всё делать круто. И даже пройдя игру, я не спешу её удалять с компика. Есть порталы, на 70-м открываются порталы пижа, а мне остался всего один уровень, так что надо посмотреть, чё там. Да и зелёные шмотки хотелось бы выбить. О, кстати, у меня ещё и рецепты есть, которые, чтобы скрафтить, нужны особые материалы, так что придётся и их пофармить. Ой, ребят, столько дел. Её можно постримить и на стриме этой херней позаниматься. Короче, я походу в ловушку какую-то попал. Вот примерно такое ощущение остаётся после прохождения. Игра как-то тебя за говно хватает, и всё здесь происходящее тебя не душит и даже вызывает интерес. Я говорил вам про геймплей в первой части ролика, и мне мало чего есть добавить. Он на первый взгляд простой, да и на самом деле так и есть. И самое такое сложное это билдак, шмотки, их комбинирование и прочее, прочее, прочее. Но это, как вы понимаете, всё индивидуально. Про себя и свой, скажем так, путь я рассказал. Как по мне, третий... Ну блин, там даже есть, допустим, иногда ты делаешь какой-то однокнопочный билд, но тем не менее вы идёте на какой-то высокий уровень портала с кучей мобов, там мясо летит хер знает сколько, а ты такой вырубаешь всех и кайфуешь. Хотя по сути ты нажимаешь одну кнопку, блядь. Третья часть идеальна для того, чтобы начать знакомство с серией и с жанром в целом. Тут и правда всё достаточно толерантно по отношению к новичку. Всё объясняют, показывают, особо не душат, не штрафуют, запороть билдак нельзя, что вообще отлично. Ну и честно признаюсь, хочется ещё. Я вот думаю, когда приеду домой, поиграю во вторую часть и возможно даже на стриме. А по третьей скажу так, была парочка душноватых моментов, но в общем и целом игра заебок. А мне понравилось, Крипчиков постругал, сюжетик увидел, синематики посмотрел и буду на досуге чистить порталы. Кайф. Получился достаточно короткий ролик, о чём я сказал вначале. Я просто наивно полагал, что последние два акта плюс DLC по своему наполнению будут такими же, как и первые два. Но чё-то они вообще коротюсенькие и только в Reaper of Souls дали норм пошляться. Так что это, надеюсь, вы хотя бы успели похавать и было интересно. Вот. Я отправляюсь проходить что-нибудь попроще и более, скажем так, привычное. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok